Петербургская группа Skerry Boom готова поделиться своим опытом с теми, кто выбрал сложный, но почетный путь независимого музыканта. Ну, а тем, кому просто интересно заглянуть за кулисы и понять, кем и как создается современная рок-музыка, тоже предстоит увидеть много интересного в сериале Skerry Boom в андеграунде. Субтитры сделал DimaTorzok в местный музей искусств, в котором происходило выступление бурлеск-труппы, местной финской бурлеск-труппы. Оно было приурочено к показу фильма французского режиссера Матьё Амальрика, который назывался Турне, и который тоже повествовал о жизни бурлеск-артистов. Кому-то может показаться странным, почему на фестивале, посвященном рок-документалистике, появляется выступление бурлеск-коллективов. Но объясняется все достаточно просто. В общем-то, что настоящий рок-н-ролл, что бурлеск, они переживали пик своей популярности в 50-е и 60-е годы. И тот и другой вид искусства был так или иначе связан с проявлениями сексуальности и даже какой-то запретной сексуальности. И в принципе сейчас западные рокеры и поп-артисты активно используют атрибутику бурлеска в своих выступлениях, в оформлении альбомов и считают это, в общем-то, частью своей культуры. А у нас рок-музыка появилась гораздо позже, и это была уже волна романтической и даже в какой-то степени героической музыки. Соответственно, бурлеск как явление буржуазной и даже в какой-то степени мещанской культуры совершенно не был близок и не был воспринят. Субтитры создавал DimaTorzok Заключительным мероприятием фестиваля стала дружеская вечеринка в стиле диско, которая была устроена в штаб-квартире фестиваля. Штаб-квартира это занимает целый одноэтажный деревянный дом, очень уютный. Соответственно, это также офис и фестиваль Лассари Рок летнего. Я так, в общем, понял, как происходила вся подготовка вот этого кинофестиваля. То есть меня потаскали по этому офису, и меня очень поразила такая, прям даже сфотографировал стенка такая, как вот в офисе ФБР где-то. Не знаю, когда вот вы видите такие, значит, расследования на стене, и там такие вот прям от пола до потолка, значит, такая вот стенка с надписями, с офисическими комментариями и так далее. Было приятно заметить, что все организаторы фестиваля это молодые люди, и никакого налета тухлой муниципальности на этих вечеринках обнаружено, конечно, не было. Потанцевать успели и с кем-то познакомиться, пообщаться, ну, в частности, даже подиджеить немного. Вот Кирилл, в частности, всех поразил своим диджейнгом ВКонтакте, вот, а Кирилл сказал, что if you want to listen to some Russian disco music, I will put you. Вот, ну, и, собственно, включил несколько песен от группы Комбинация, что, в общем, тоже меня поразило. Однако Володя Крафт уже после второй композиции напрягся и сказал, ну, когда же ты их выключишь? Из чего я заключил, что он ездит в Финляндию не для того, чтобы слушать русский поп 90-х годов. Мы сейчас музыку будем слушать, да? Возможно. Вообще говоря, о финском застолье, о финском пати, можно сказать, что оно в несколько раз более минорное, чем русское. Это признавали и многие мои финские друзья. Вот, но то, что касается поведения на сцене, то есть здесь, наверное, как раз все наоборот. То есть действует четкое правило. Если ты вышел на сцену, делай шоу. Если ты идешь в Лапберан, то ты должен идти с этим иматраном. Так что это так. Да, спасибо большое. Пока. 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 Ну, финны, да, действительно, иногда очень застенчивые в жизни. Если говорить уже о такой сценической натуре, то это совершенно противоположная такая сторона медали, потому что на сцене действительно люди выходят, делают шоу, то есть и тут все честно, без дураков, потому что, ну, они не любят стесняться на сцене, скажем так. Первое большое знакомство с финскими музыкантами состоялось у меня в клубе Polygon в 2001 году, когда туда привезли на концерт финскую группу String Beans. И песни я их слышал достаточно давно и ожидал увидеть на сцене таких уже пожилых, вялых, дяденек, с большими бакенбардами и в леопардовых пиджаках. А когда я пришел на концерт, то я увидел, что это полные силы и энергии парней, которые безумно движутся по сцене и играют классную и очень-очень оригинальную музыку. И вот тогда, собственно говоря, это выражение, ироническое про горячих финских парней, перестало для меня существовать, во всяком случае, по отношению к музыкантам. Играет музыка. Да, я вижу. Почему я не знаю? Я не знаю. Может, вы не знаете? Покажи ваши руки. Он играет так сильно. Я играл так сильно. Он настоящий рекорд. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Забавная и отчасти печальная история Они после концерта в Петербурге поехали на фестиваль «Рок-бомбилли» в Иваново Отыграли концерт, но денег им за этот концерт не заплатили И вообще организатор их покинул и куда-то пропал И они пытались добраться до Москвы на каком-то начальнике Видимо, каком-то приезжем частнике азиатской наружности И они рассказали о том, как произошло задержание этого частника милиционером То есть гаишником, стоящим на дороге Диалог привели они буквально так Документи Значит, водитель Нет документи После чего машина была эвакуирована И трое финских музыкантов с инструментами остались просто в чистом поле на шоссе Не зная, куда двигаться дальше Ну и естественно, что вокруг никто не понимает ни слова ни по-английски, ни тем более по-фински Вот, и когда в 2000-х годах уже где-то я начал знакомиться с этими группами живьем Здесь, в Санкт-Петербурге, я помню, один из первых финских коллективов, которые я увидел живьем Это до сих пор одна из моих любимых групп FM2000 Из такого маленького финского городка Пиэксимяки Ребята очень сильно жгут на сцене Причем очень все это весело происходит И учитывая то, что они поют на своем родном языке Очень радует Потому что, ну, многие, естественно, финские коллективы стремятся выбиться в Европу Куда-то там дальше Штаты, может быть А вот у этих ребят непосредственно свое такое какое-то Своя гордость, видимо И очень это радует, на самом деле С группой FM2000 был забавный случай Один раз мы делали им концерт на кораблике Можете себе представить атмосферу Это вот такой экскурсионный морской кораблик Небольшой, там человек на 200, да И одного человека настолько вообще вставило Что он в итоге выпрыгнул в воду И решил поплыть домой Самыми большими нашими друзьями Стала группа Наклбон Оскар Мы неоднократно приглашали их сюда на концерты Устраивали им здесь Они делали для нас какие-то выступления в Финляндии И мы очень-очень много времени провели вместе По части экспрессии на сцене Это, наверное, самый мощный музыкант Оскар, которого я знаю Одним из примечательных случаев Было их выступление в живом эфире на телеканале 100 Парни были на нервах Потому что мы выслали за ними микроавтобус в Хельсинки А микроавтобус не приехал Какие-то возникли сложности у водителя И все А в этот же день эфир И, в общем, Оскар совершил подвиг Он запихал пять музыкантов с инструментами В свою микромашину Вот И они приехали Они давили только на газ И они приехали минут за пять до эфира Вот И тут же отыграли такое шоу Что просто Обычно там в студии никого нету Кроме оператора Там и ведущего А там Столпился весь персонал Там шоферы, вахтеры Грузчики, гримеры Они все стояли с открытыми ртами А под конец Оскари выхватил топор Бросил на сцену гитару И стал, значит, по ней колошматить И закончилось все тем Что топор просто расколол Толстенное, наверное, двухсантиметровое стекло Которое было на сцене И ко мне подошел опять же ведущий Саша Малич И сказал Ну что же, Кирилл, поздравляю Это было твое последнее появление На телеканале ТВ-100 Вот Ну, в заключении хочется пожелать Успехов в развитии фестиваля Потому что очень позитивная атмосфера Нам все очень понравилось Я надеюсь, что в следующем году Будет очень весело Также И мы обязательно вернемся Вот Спасибо всем Всем своим коллегам Тем, кто занимается съемками Тем, кто занимается рок-документалистикой Я бы хотел посоветовать Не полениться Сделать титры И отослать свои И отослать свои фильмы На рассмотрение На фестиваль рок-документ И еще я хочу сказать Всем путешественникам Никогда не возвращайтесь домой Через брусничное Если вы хотите Прикупить сувениров Или перекусить Да здравствует Торфяновка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова